Так вот, внучок, немцы в деревню вошли, я сразу колбасу в часы с кукушкой спрятал и сам туда спрятался. Хоруки мураками, хроники заводной птицы. Дорогие друзья, СМАХ на Первом канале. У нас в гостях сегодня актер, фигурист Дмитрий Миллер. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Здравствуйте. Пришел я к вам с рулькой. Поскольку сегодня, насколько я знаю, вы будете готовить... Расскажите, что? Да, это свиная рулька. Называется, оригинальное название Айсбан, то есть ледяная нога. Айсбан? Айсбан, да. Айсбан. Айсбан. Вот. Это немецкое блюдо. Айсбан, у нас немецкое блюдо. Да, немецкое блюдо. Ну, наконец-то, друзья. Но само оно будет горячее, на самом деле. Ледяная нога, но горячее. Но горячее. Вот смотрите, ледяная нога... Пиво будет ледяное. Будет ледяное пиво, горячая свиная рулька, а ледяная нога, ведь можно назвать любого человека, который хотя бы раз катался на коньках. Ну, в каком-то смысле, ведь если долго кататься на коньках, Дмитрий не даст соврать, леденеют ноги. Они могут заледенеть. Давайте готовить... Дима, что нам нужно для того, чтобы... Нам нужна, во-первых, свиная рулька. Вот смотрите, это свиная рулька. Да, вообще оригинальное блюдо делается из сырой свиной рульки. Или копченой. Или копченой. Сырую нужно готовить там 5-8 часов. Вы покупаете в магазине, вот в бульоне, в таком желе, уже сваренная свиная рулька, а это вот копченая свиная рулька. Да, копченая, можно копченая, можно не копченая. Что нам нужно делать дальше, Дмитрий, рассказывайте. Дальше, нам нужно предварительно вот эту рульку саму поставить в духовку, и чтобы она подразогрелась и дала бульончик. Чтобы вот это все... Да, потекло. Я понял вас. Дмитрий. Ага. И вот теперь вот этими руками, или вот этими руками... Смотрите, как вы свои показали, и как мои вот так. Должны быть этими, вот этими руками. Вот или вот этими. Давайте я вот так вот, смотрите. Кладите, кладите. Раз, два. И вот я уверен, что вот это ставим на 180 градусов в духовку, и у нас начинает... И она у нас начинает... Таять. Таять, да. Давайте назовем вещи своими именами. Да, а тем временем, а тем временем мы берем, беремся за другую кусок свиньи, вот, да, за другой кусок... Корченая... Корченая рулька. Корченая рулька. Что мы должны здесь сделать? Да, мы должны ее порезать на такие кубики небольшие кусочки и начать поджаривать. Вот. Теперь мы, я так предполагаю... А вот сосисочки тоже? А сосисочки тоже, сосисочки тоже, это их на две половиночки и разрезаем каждый краешек в форме крестика, чтобы они прижарки... Я понял, я вас сейчас понял. Значит, мы сейчас должны как бы... Вообще, наверное, давайте начинать. Да. Вообще, откуда этот рецепт, Дима, появился в вашем меню? Он появился от любви вот к таким блюдам большим, сытным, да. Калорийным. Да, калорийным. Потому что забыть про диеты, вот сразу можно, когда ты ешь это блюдо, ну, какие тут диеты могут быть? Тут только удовольствие, друзья, там, пиво, еще что-то. Ну, не продолжайте, мы понимаем дальше, как это развитие идет. Вот, и я подумал, а почему бы, как бы вот так сделать, чтобы не в ресторане это кушать можно? Потому что, в принципе, такое блюдо ресторанное. Означает ли вот это блюдо, что вы любите захаживать в пивные рестораны? Отчасти, отчасти, да. Потому что там можно найти много вот такого всего жареного, там, подпива. Слушайте, вы, знаете, я вас ждал, я понял. Я думаю, кого я жду? Ко мне в течение долгих лет приходят люди, которые говорят, Сегодня мы будем готовить на водице, варить капустку, протирать проросшими зернышками, ее украшать и креветочку сверху класть. И тут приходит нормальный человек и говорит, побольше мяса, колбас, сяу. Ой, Дима, вас послала мне судьба. Ну, скажите, как теперь, вот человек, который любит такие замечательные пристрастия, у которого в еде. Расскажите, как этот человек, помимо этого, в такой прекрасной спортивной форме, и еще и периодически на руках, на льду женщину поднимает по имени Маргарита. Да. Ну, просто у меня хорошие родители, и от них мне вот такое вот здоровье досталось, что я могу вот есть. Давайте поклубим родителям Дмитрия. Да. Они такие замечательные у меня. И просто вот я когда-то там в детстве что-то поделал спортом, позанимался, и вот до сих пор сохранилось. А сейчас даже не хожу в спортзалы, хожу только на каток, поднимаю Маргариту вообще, и счастлив. Маргариту понимаете, а сами-то, наверное, думаете о колбасках, о рулечке. Эх, вот если бы сейчас в ресторанчик или дома бы, чтобы посидеть там с друзьями. Конечно. Но, слава богу, больше времени уходит на работу и на, вот сейчас на лед. Ну, а расскажите, вот как, лед уж сколько в вашей жизни, да, получается уже год целый год. Ну и как вот, как вы вообще, это же закончится рано или поздно? Да. Это закончится, я со страхом уже думал об этом. Вы вот об этом думаете? Со страхом или с удовольствием о том, что уже скоро закончится? И с удовольствием, и со страхом, потому что, что делать дальше, я просто не знаю. Поскольку мне иногда кажется, что я уже забыл профессию актера, превратился в фигуриста, такого плохого фигуриста, ну, если говорить профессионально. Почему вы плохой фигурист? Я был на вашем выступлении, вы очень хорошо катаетесь. Спасибо. И я даже вот, когда вы катались, не высмотрел вас. Рад, что я найду, что по сосисочкам-то, по колбасочкам. Вот у нас, кстати, порезалась уже грудинка. А как вот включить эту замечательную сеть? Дима, сейчас, секунду, я включаю, потому что у нас уже, я так понимаю, я только думаю, наверное, нам лучше вот... Да, да, большой. Не на самый большой, но нам нужно быстро просто обжарить, правильно? Да, да, да. Значит, вы бросаете это, потому что здесь больше жира. Ну, сосиски не сразу идут, сначала рулька пойдёт. Рулька должна так зажариться. То есть не рулька, а вот эта вот грудинка сначала. Грудинка. Дальше добавим, будем уже добавлять сосиски и вот копчёную, кстати, колбасу. Мы её тоже порежем. Копчёная колбаса, смотрите, клубком свернулась у наших ног фактически. Как добрый, верный пёс. Друг. Добрый, верный друг. Ну, друзья иногда тоже сворачиваются клубком. Ну, я имел в виду четверологого друга, как и он. Ну, знаете, да, я, конечно, имел в виду собак. Кстати, давайте я пока переложу уже порезанные подготовленные сосиски. Мисочку можно там куда-нибудь положить. Мисочку я это всё перекладываю. Очень хотел я расспросить вас, Дмитрий, о том, как вы пришли в актёрскую профессию. Ведь знаю я, что не сразу... Дайте я возьму, помогу вам порезать. Да. Не сразу вы рванули в актёры? Нет, не сразу, да. Была и служба в мотострелковых войсках. Откуда вы знаете? Ну, как же? Во, я что, не могу узнать моториста-стрелка, что ли? А вы тоже моторист-стрелок, да? Ну, моторист-стрелка, моториста-стрелка видит издалека. Всегда, да. Нет, я... Вы знаете, я очень хотел пойти тоже в мотострелковые войска. Но, к сожалению, не взяли. А, ну... Потом уже... Потом, да. Ну, дело в том, что не было свободных мотоциклов и стрелок. Да. Так получилось. Ну, нет, я имею в виду, что вы же... У вас же первое образование, напомните мне, медицинское. Да, да. Вы же по образованию... Ну, почти врач, можно сказать. Более того, правильно я понимаю, что вы врач-педиатр? Детский, да. На детского врача я учился. Слушайте, какой мозг. Давайте похлопаем мужчинам, которые... Вот так, друзья. Когда ребенок где-то... Вот, знаете, я обратил внимание, когда Дима катается даже сейчас, кашлянул где-то ребенок на трибуне. Так вот, мне интересно, как пришло вот такое вот желание? В какой момент вдруг вы врач, ведь это же совершенно другая профессия. Я понимаю, вы бы учились, я не знаю, на... Ну, к примеру, я даже не знаю. На историко-архивном. Скучно, неинтересно, а тут актеры. И вдруг вы... Как так получилось, Дима, расскажите? Ну, получилось достаточно как-то непонятно даже для самого себя, потому что я учился, учился правильно. Вот я закончил два года медучилища, получил среднее образование, стал медбратом. То есть вы пошли вот... Вся карьерная лестница врачей. Да, да. И, отучившись четыре года в университете, как-то вдруг что-то вот, я не знаю, стало мне не хватать чего-то. К своему, может быть, стыду, сейчас скажу, я первый раз пошел в театр в Москве, когда уже мне было, наверное, 23 или 24 года. Причем моя сестра работает на кондитерской фабрике, и ей... Дима, и вы снова в точку. Эх, мы после этого да к сестре, понимаете? Да, там цикала, там ликерка, да. Ну вот. И у них раздавали билеты в театр. И она говорит, «Слышь, Димка, иди-ка ты в театр сходи». Вот. То есть вы вообще человек далекий вообще. Я не знал вообще, честно говоря, где находится театральное училище в Москве. В какой театр вы пошли? Я пошел в театр Маяковского. Там гамлеты давали. Ну, вы попали в точку. Я вот прям попал. Там была, по-моему, антреприза тогда. Это я потом уже сейчас узнал об этом. А тогда играл Шакуров, играл гамлеты. Да, гамлеты с Сергеем Макоимовичем Шакуровым. Да. Но это в некоторых постановках. Я чуть-чуть добавлю масла, знаете ли, еще, чтобы... Чтобы немножко поджариться, да? Да, вы же... Я же понимаю вас. Огоньку, может, добавить огоньку как-то? Огоньку. Узнаю, мотострелка о вас. Подождите, сейчас добавлю. Хочется вот, чтобы горело. А мне, чтобы хочется... Еще больше, пожалуйста? Чуть-чуть, да. Да, да. О, вот это отлично будет. Да, еще. Кстати, мы забыли поставить картошку на эту. Еще и картошку? Да. Чтобы просто картошку, так как мы еще сделаем салат самарский дачный. К этому, так сказать, блюду. Вы нас балуете, Дмитрий. А картошку нам чистить нужно? Она молодая, картошку нужно чистить специально для этого салата. Заливаем, да? Заливайте прямо воду. А-а-а. Вот это. Вот будет достаточно. Можно даже... Можно даже... Нам не так много, да, картофеля нужно? Ну да, нам штук шесть у нас будет. Можно и... Все. Засыпали. Не поставили, пускай варится. Да, оставили, пусть варится себе. Слушай, ну запахло уже счастьем, вычистите. Да, 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 да. Уже вот эти вот шкварочки пошли. Вот эти штучечки, да, все, которые мы любим? Да, да. Итак, свиная корейка у нас уже подошла. Вот прямо вот, 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 вот. Да, да, да. Я напоминаю, что наша... Дайте посмотрим. О, кстати, да, рульку. Сейчас наша рулька. Мне кажется, сейчас... Можно вот ее уже немножко вытащить. И чтобы сдавать, да? Давайте старым это сделать. Выложим сюда ее просто. Давайте мы прямо сейчас будем ее доставать. Открывайте. Так. Ой, не, ну вообще отлично. Ой, и сколько бульонов. Вот. Что мы сделали? Мы просто взяли вот этот бульончик, да, который нам нужен? Да, мы этот бульончик... Ну, мы... Мы его используем. Весь бульон, да, не нужен весь. Нам нужен стаканчик бульона, где-то 250 грамм. Там как раз стаканчик, я думаю, будет. Вот. Посмотрите, как у нас... Прекрасно. Ну, вот теперь уже, я думаю, можно и колбаску. Я так и слышу, как сейчас падают в обморок московские диетологи. Сегодня не ваш день. Сегодня день настоящих... Мотоспилков. Мотоспилков. Думаете, можно, да? Давайте. Пошло. Пошло. Туда? Вот она туда. Копченая колбасочка. И теперь вот эти росиньки. И сосисандрочки. Вот они. Почему я так? С какой нету с них? Которые раскроются теперь, как цветы. Я на секунду вас покину. Да, а я как раз вот здесь... Продолжайте мешать, друзья. У нас короткая пауза на рекламу, после которой мы вернемся. И узнаете, почему Джон Леннон не любил, когда его жену называли корейкой. Доктор, ну вот, к примеру, всю ночь то булки снятся, то дыни мерещатся. Зигмунд Фрейд. Введение психоанализ. Дорогие друзья, с Мак на Первом канале у нас в гостях сегодня Дмитрий Миллер. И мы готовим сегодня с Дмитрием волшебное блюдо. Дмитрий, что нам нужно делать? Может быть мне сцетить бульончик? Да, сцетить бульончик в стаканчик и взять пять ягод можжевельника. Вот так вот. Давайте-ка я попробую. Надо их попробовать. А подождите, а рульчику, может мы ее переложим? Да, надо переложить просто отдельно. Давайте мы это сделаем прямо сейчас. Ой, она прекрасно уже прямо почти готова. Так, сейчас. Еще мы ее обмажем горчицей, еще и будет вообще. Так, ага. Мы ее обмажем горчицей и будет вообще, высказать. Тут вообще, а тут уже. А вы знаете, что происходит? Застывает бульончик, да? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Отлично. Так, куда мы, это мы, наверное, капусту будем заливать? Капусту. Какую? Какую? Вот смотрите, ровно же и получилось. Да, стаканчик. Ровно же стаканчик-то и вышел. Тут прям жирок-жирочек. Вот, друзья, и уже и капуста пошла в ход. А я сколько, пять штучек? Да, ну, немного, чтобы все-таки они такие ароматные, да. Да, да, да. Ну, давайте вот так вот. Да, так вот. Да? Иван, у вас очень хорошо получается. Ну, что вы? Ну, прям, как будто все время готовили это блюдо. Нет, вы знаете, вот я, если честно, готовый первый раз, потому что, когда я начинаю резать копченую колбасу, наверное, заканчивается все. Ну, правильно, значит, что еще? Так, в принципе, можно вот это уже отставить, накрыть крышкой, чтобы она стояла. Мне кажется, это уже больше не надо, да? Да, потому что мы еще эту духовку поставим вместе с капустой, и все еще дойдет. Выключаем огонь, закрываем крышкой, пускай стоит. А что с капустой? С капустой нам надо ее пошинковать. А вот с кислой капустой? Кислую капусту мы потом перемешаем со свежей, помнем. Куда мне, куда мне... Вот это, да? Да. Вот это вот бульон. Бульончик сейчас мы. Да, бульон, чтобы он там принял немножко аромата такого. Можжевелового, да? Да, можжевелового. Такого, да. Вот. Вот, вот, вот. Так, а что мне делать с рулькой? Вы сказали, горчицей ее обмазывать? Да, да, ее для... Ну, это как такой гурманский небольшой прикольчик. А почему? Что за прикольчик? Я думаю, что в Германии... А вот вы, кстати, в Германии были на родине этого блюда? Был. Я как раз там и в мотострелках-то и служил. Вы служили в Германии? Да. Знаешь, как интересно. Западная группа войск, это уже тогда называлось. Это 90-е, 90-е годы уже мы... То есть вы были одним из последних? Да, да. Вы обрадовались, когда узнали, что вас распределили в... В... В туда? В туда, в заграницу. В заграницу. Вообще-то мне было все равно. Правда? Потому что в армии, неважно где-то, потому что ты... Потому что ты солдат? Солдат. И неважно, где ты. В Германии служишь? Да, или на Амуре. Вот так. Вот, ну а вообще, как бы... Посмотрите, все я правильно сделал? Да, очень здорово вообще. Хорошо. Капусту вы нашинковали, сейчас мы ее будем вот здесь. Давайте. Ну, еще... Да, можно уже складывать, потому что ее надо немножко... Вы ее, когда сложите туда, помять и чуть-чуть посолить, чтобы она дала сок. Сок от соли, да? Да, сок от соли, да. Ну и, да. От соли и от себя самой. Давайте мы ее будем солить. Давайте мы ее будем солить. Ну вот так не больше, я думаю, потому что у нас слишком соленое все. Да-да-да, у нас еще капуста же еще кислая, поэтому... Вы знаете, а вот навыки медицинской профессии пригодились вам в театре, на льду, я не знаю, в вашей жизни уже? Вообще, как-то я должен сказать, радуются, когда узнают, что я вот, ну, не закончил медицинскую, но тем не менее, да. Да, и все очень как-то искренне радуются и успокаиваются даже. И как-то... Ну вот, слушайте, во-первых, давайте так, про Николу, вперед. Да. Травмы были у вас? Нет, слава богу, вообще. Вот, видимо, вот эта вот медицинская закалка помогает как-то избегать мне. Да как вот Татьяну Анатольеву Тарасову боялись, когда первый раз вышли на лед и знали, что сейчас вот она будет выставлять в оценке? Будет судить. Да, ну, волновалась просто, но не боялся, нет. Ну, вообще, мне было очень так, как-то приятно. Приятно даже? Ну да, что вот мы кататься, Татьяна Анатольевна будет смотреть, ставить там оценки какие-то. А, Татьяна Анатольевна, хорошо, в вашей паре относится. Ну, она нас стимулирует, я бы сказал. Последние разы она такая, вот, ребята, ну-ка, давайте, что-то вы сегодня это не то. Что-то вы сегодня это не то. Да, это не то сделали. Так, капусту мы добавляем кислую. Добавляем кислую, да. Сколько? Всю? Дима. Да, да, да. Я понимаю, ваш масштаб непонятен. Так, может быть, пока... Посмотрите, я перемешиваю, ничего, надо заливать, да? Да, 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 можно. Можно прям двумя руками. Да, 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 вот, чтобы они как бы прям между собой перемешались совсем. Дмитрий, стойте. А запах? Добавляйте бульонского. Бульонского? Давайте бульонского. Да. Ну, я думаю, кардинал ел бульон. Вот. Вот, отлично. Это просто вот должно вот в таком виде... Да, постоять, да. Ну, вообще... Уже можно, по-моему, есть это все. Уже можно. Вот она. Замечательно. Вот она. Немецкая кулинария. Я... Это можно накрыть и куда-то отставить. Это можно накрыть и куда-то отставить. Да. В принципе, вот у нас появилась свободная минутка от приготовления этого айсбана, и мы можем приступить к приготовлению салата. Что нам нужно делать? Нам нужно порезать небольшими дольками огурчики. Малосольные тоже? Малосольные, свежие и соленые. То есть три вида огурцов. Давайте, вы соленые, я малосольные. Просто попробую, хороши ли огурцы. Ага. Не понял. Нет? Не разобрал еще себе. Может, мне тоже попробовать? Дим. Мне вот не понять этот вкус. Можно еще, да? Можно еще. Так, давайте, вы хороши пошли они. Вот так, да, пап? Да, вот такими половиночками. А почему салат называется самарский? Потому что его делали в Самаре. Я, Дмитрий, разделяю ваше мнение. Я, честно сказать, не знаю, почему он называется самарский. Да. Ну, вот, может быть... Ну, может быть, он пришел к нам из Самары. Да, может быть, пришел из Самары. Ну, может быть, там, кстати, тоже жили немцы. В Самаре? Да. Ну, кстати, да. Это поволжские немцы. Да, поволжские немцы. У меня папа там жил, вот еще до войны. Да. Да, и потом уехал, правда, в Сибирь. Жить. Задам вопрос, папа сам захотел? Ну, вообще, ему купили путевку и как-то вот так, понимаю, да, случилось. Случилось, так произошло. Ну, хорошо. Ну, вот оттуда и салат этот самарский. Так, вот уже огурцы у нас к готовности тоже подходят. Так, мы... Я нарезал свои. Угу. Свежие пошли. Пошли свежие. Где-то в разных долях. Да, да, где-то по три. Ну, свеженькие. Можно свежего побольше, допустим, потому что у нас много таких соленостей тут в салате. Так, можно побольше. И вот такими тоже нарезаем. Да, да. Дольками. Расскажите, что для вас самым сложным было в фигурном катании? Самым сложным было... Были поддержки самым сложным вообще. Не уронить партнёшек. Всё. Тяжело, да? Не просто. Знаете, что, Дмитрий, хочу я вам сказать? Пока вы так изумительно нарезаете зелень, я, с вашего позволения, хочу вас покинуть на несколько секунд. У нас варится картошка. Конечно. У нас стоит рулька в горчице. Да, да, она, кстати, стоит в горчице. Стоит рулька в горчице. У нас капуста... Объясните этот процесс, который происходит. Да, вот это вот сейчас. Она томится, пропитывается соком рульки. Настаивается в собственном соку. Дмитрий, на секунду вас покинул. Реклама прямо сейчас в смаке. Возвращаемся, и вы узнаете, что рулька в переводе с польского означает «инструктор по вождению». Папа, похоже, зря мы дедушке новые коронки поставили. Есть стал в три раза больше. Ты посмотри, ты посмотри, Костя разгрызает. Борис Акунин, коронация. Дорогие друзья, смак на первом канале. У нас в гостях сегодня Дмитрий Миллер. И мы выходим на финальную стадию приготовления нашего многогранного блюда. Завтрака, назовем это так. Значит, прежде чем мы будем смешивать салат, я предлагаю вам сделать следующее. Я предлагаю все-таки напитавшуюся капусту... Да, уже, кстати, нормально. ...выкладывать. Понимаете? Масло мы туда на дно чуть-чуть. Нет. Вообще никакого масла. Ничего, никакого масла. Капусту. Подождите. Вот так. С соком. Так. Да, друзья? Вообще. Марьево-жарьево туда. Да, туда. Это же жирок. Тот самый полезный. Посмотрите. Уже, да? Уже. Вот так вот. И вот теперь в этом мы зарываем рульку. Я правильно понимаю? Или сверху? Нет, сначала мы это на 20 минут отдельно в духовку. Ах, вот оно что. А вот объясните мне, почему мы не можем это сделать сразу с рулькой? Вот почему? Вот, ну, потому что рулька может слишком подсохнуть. И будет тогда... Потому что дальше мы еще после 20 минут еще с рулькой будет 20 минут. Ну, хорошо. Точно, да? Точно, абсолютно. Все, тогда давайте. Тогда мы это прямо сейчас берем. Вот прямо так. Вот прямо вот так. Открывайте духовку. Ба-ба-бам, ба-бам. И прямо сейчас вот это у нас отправляется вот сюда. Все. Стоит, да. Теперь забыли. Забыть об этом невозможно, Дмитрий. Давайте пока спокойно тогда придем вот к чему. Смешиваю салат. Да. Я пока порежу горячую картошечку. Да. Ее так, да, вот, ну, можно не очень мелко. Да вообще не мелко. Да, вот так, да. Вот так я бы предложил как-то. Да, и прямо не очищай. А, да, да, чтобы вся эта шкура была там же. А я тогда займусь помидорами. Хорошо? Да. Ну, можно еще картошечки помочь вам? Ну, давайте. Ага. Я объясню мою позицию, связанную с зеленью. Зелень надо добавлять в этот салат, когда твой друг остыл. Я имею в виду картошку. Когда твой друг остыл. Добавляй. Добавляй. По чуть-чуть. По чуть-чуть, да. Все правильно. Речь идет это о картофеле, который обязательно должен остыть. Вот так. Дима положил туда помидор. О, порезались? Нет. Обжегся маленько. Ну, порез. А, вот оно что означало, эта песня. Лучше, знаете, что сделать? Порезать лучок. А, хорошо. Но лучка нам это целое много. Многовато. Половинка будет. Даже может быть четвертинка, если что. Давайте вот так. Да. Да. Треть. Вот. Золотая середина. Треть. Золотая середина это треть. Треть. Все правильно. Все правильно. Так, сейчас. Народное немецкое пословице. А, кстати, вы на немецком языке научились говорить? Ну, знаю только вот стандартные фразы. Хандехох. Хандехох. Которые мучили русского солдата в Германии, да? Хальт. Нихчизн. Хандехох. Хальт. Хальт. Хальт сурюк. Так, а где... Так. Ну что, вот так вот. Да, отлично. Может даже вот так. Чуть-чуть. Так. А, мы же забыли совсем про зелень. Подождите. Зелень? Вот. Зелень надо добавлять в концепт, когда картошка остынет, чтобы зелень другого цвета не стоила. Ну, посмотрите, слушайте, ну, посмотрите, не обжгитесь. Не обжгитесь? Не обжгитесь картошкой. Дима, какое у меня предложение? Что рульки-то одной лежать в горчице, словно дура на столе? Скучноватые. Пускай ей скучно, так подруга ведь ее, капуста уж в духовке, а гриль включен. Пускай идет туда, и там вдвоем они резвятся, веселятся, словно дуры. Давайте их туда. Откроем мы духовку. Слегка гигзаметром я заговорил, ведь гамлета вы любите, я знаю. Да. Что с каждым, Дмитрий? О, прикрою я духовку. Итак, возьмем теперь мы вот что. Перемешаем сейчас капусточку. Перемешайте. И будем зарывать туда мы рульку. Давайте. Не зарывать, но класть. Класть. Раз. Вот так вот. Раз. Два. И это еще не все. И вот он, король рульки. Четвертый. Король рульки Вениамин четвертый. Генрих четвертый. Итак, друзья, вот теперь все вот это, да? Похоже на право? Давайте обратно. Давайте ее немедленно обратно. Немедленно ее обратно. А ну-ка. А ну-ка заходи. А ну-ка заходи туда. Дружок. И вот теперь в таком состоянии мы делаем паузу, которая нам потребуется для того, чтобы все было готово. Я позвольте напомню всем, как мы это готовили. Вы берете рульку, свиную рульку. Лучше, конечно, взять рульку либо свежую, либо копченую. Можно и такую, и такую. И варить до состояния полураспада. Когда так кожа будет протыкаться. Помимо этого вы берете бульон от этой рульки. И в нем вымачиваете порезанную свежую капусту, перемешанную с кислой капустой. Добавляете в бульон, который вы выливали в капусту, несколько раздавленных... Можжевеловых. Можжевелых ягодок. На отдельном огне, на отдельной сковородке вы сначала обжариваете грудинку копченую, потом к ней добавляете колбасу порезанную, потом добавляете сосиски, сосиски разрезайте, чтобы были цветочки. Все это очень хорошо обжариваете, отставляете в сторону, потом перемешиваете с капустой. После этого еще раз все это перемешиваете. Капусту мы перед этим посолили. Ставите в духовку. Капуста до готовности, да, такой полуготовки доходит. В этот момент рульку вы уже обмазали горчицей, она полежала, и кладете ее туда сверху. Поливаете ее соком, обкладываете ее капустой со всех сторон и ставите в духовку, пока она не приготовится. Мы ждем этого момента, скрести в пальце. Дмитрий, я вижу, что вы скрестили пальцы. Да, да, они там, вот, скрещены. Салат, а, у нас же есть еще салат, но рецепт салата мы можем рассказать, когда мы его доделаем. Можно так сделать? Итак, давайте сократим немножко время. Раз, два. Три. Пожалуйста, все как бы у нас готово. Дорогой дмитрий, как лучше нам поступить? Не лучше ли нам прыгнуть прямо туда? Было бы идеально. И одновременно лежать на рульке и есть ее. Но мы поступим по-другому. Я думаю, что... Ну и как, можно простые вилки взять? Я думаю, что мы можем... Вот смотрите, ну вот прямо вот это. Ой-ой-ой. Вот это все прямо, да? А можно прямо вот так вы хотите? Кто-нибудь хочет с костью, например. Берите с костью, а я прямо... Вот она с косточкой ушла. Кладежью с косточкой. А тут сок. А тут сок, и капуточку мы в этом соке перемешали. И берем тогда мы ложечку, потому что... Ложечку, да, чтобы, ну, не было там... Давайте, 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 в тарелочку скорее. Я бы... Ой, слушайте, вот тут самый, самый сок. Вот она, знаменитые друзья. Не случайно, не многие знают, но Дмитрий как врач не даст мне соврать. Когда Гиппократ произносил свою сдумитую клятву, он клялся на рульке. Но это еще не все, дорогой вы мой человек. Сейчас, уважаемый Дмитрий, хорошее пшеничное пиво. Вам с пенкой? Да. Тогда вам пенки вот, держите. Вот, дарю. Дорогой вы мой человек, Дмитрий. Подождите, а салатику-то вам? Да. Ну-ка, давайте-ка тарелочку, подождите сейчас. Салат, значит, рецепт таков, что туда вареный молодой картофель, горячий, режется дольками, помидоры, лук, розовый или красный, соленый, соленый и свежий огурцы. И, конечно же, укроп, петрушка, все это мелко режется и добавляется, можно сказать, по вкусу. Черный перец. Иван, туда еще сейчас добавил. Крупная соль. И все это взрываем ароматно подсолнечным пахом. Которое семечками пахнет. Вот. Можно побольше. Ну что, Дмитрий, дорогие друзья. Ну, подождите-ка, пиво хорошее. Давайте-ка попробуем. Давайте-ка. На суши-ка. Ну да. Это я хочу сказать, дорогой мой человек, Дмитрий. Вот это вот, кстати, капусточка тоже с сосисочками. А если перемешать? Да. Ой, Дмитрий. Боже мой. Давайте-ка мы на секундочку прервемся. Да. С одной единственной целью, дорогой Дмитрий. Угу. И цель это вот такая. Всемирно известный производитель посуды компания Тапуэр дарит вам инновационные изделия. Набор контейнеров. Умный холодильник. Сотейник от шефа из нового премьер-каталога. Новое качество жизни вместе с инновационными изделиями Тапуэр. Все это вам, дорогие друзья, сегодня в гостях у нас был актер, фигурист, доктор, врач, мотострелок Дмитрий Миллер. Аплодисменты, спасибо огромное. Дима, сейчас я к вам вернусь ровно через одну секунду, дорогие друзья. Смотрите нас сразу же после того, как закончится одна неделя, и вы узнаете, что парнас в переводе с литовского означает «подавайте обед прямо в сауну». Аплодисменты.